рад всех приветствовать на своем канале ой решил я показать все-таки неудавшийся опыт по ремонту данной модели на косячу конечно есть не капитально даже не хотел ее показывать но поснимать чего-нибудь хочется и я решил для себя что я выдержу любую справедливую критику тем более что в критике нет ничего плохого она позволяет взглянуть на многие вещи по-другому и случается так что то что раньше казалось незыблемым ставится под сомнение это нормально кто может быть видел мои мой ролик где-то там на канале с этим эвакуатором он был там в разобранном виде он не был подарен с дефектами ну зеркала там фары это понятно самая основная была конечно это вот его вот это вот тросовой системе надстройки там были напрочь запутаны нитки я пытался распутать их не разбирая но у меня ничего не получилось потому что нитка с нитки соскочили на ось на которой стоят вага и достать их оттуда не представляется возможно потому что там просто ну нечем даже подлезть зацепить там очень все сделано узко и тесно и я решил что надо это все разобрать и естественно починить как же вот значит сразу хочу сказать для того чтобы добраться до тросов и валов этой системы не нужно разбирать всю машинку как я это сделал вот достаточно снять вот эту надстройку это делается довольно таки просто сейчас я вам покажу эта надстройка крепится двумя винтиками один вот там вот и один вот под этой вот штуковину то есть ее там оттуда тихонечко надо отделить здесь снять кардан снять вот этот привод со звездочкой цепной вот и под ней откроется нам винтик а второй винтик он в общем-то открыт откручиваете их предварительно сняв там защитные щитки ну сейчас я все это покажу вот так вот просто хочу показать как он как он выглядит снаряженном виде вот очень хотелось мне чтобы он вот так вот у меня стоял на полочке вот радовый газ принципе с этой задачей вполне эта модель справляется так давайте теперь я уберу все это лишнее вот это кстати деталь сделан из металла колесико это снимается тут такой крепеж такой барашек и вот оно запасное колесико отделяется от этой стоечки также не знаю для чего вот это вот фигня но видим какая-то типа жесткой сцепки да здесь я немножко ну сделаю не так как надо вот ну может быть в будущем когда соберу с мыслями переделаю но меня пока в общем-то устраивает он стоит на полочке если не присматривается то не видно как тут что сделано сейчас я сниму вот это устройство оно тоже кстати сделано из нескольких деталей вот пластик здесь она сделана из металла видимо для для утяжеления пластиковые накладочки так и вот хочу показать ну краны у меня стоят один выше другой ниже это потому что я нитки блин накосячил и привязал одну короче другую длиннее вот ну это мелочи так ящик тоже здесь снимается сейчас так вот вы видите изнутри ну я еще туда кладу цепи аксессуары у меня там лежат вот надо предварительно снять вот эти щиты они на защёлках и открутить винтики и снимается эта настройка вполне легко и непринужденно что я тут наделал это просто кошмар какой-то кошмар для моделиста если бы это кто-то видел кто занимается сборкой там моделей или конверсиями всякими доработками наверное у него бы вы нервы не выдержали да ну у меня самого не выдержали я конечно что-то накосячил стал я разбирать там вот видите идут волны по бокам вот они видны слегка вот и немножечко видны вот большие волны ну начнем с маленьких для того чтобы во первых добраться до этой системы ну и понятно что и надо снять сами волны все четыре идут на одной оси вот значит эти волны на этой оси они активные а те просто на этой оси висят большие значит эти волны вращается когда вот на этой оси там на есть ну на этих вагах есть такая специальная отверстие куда вставляется ручечка где она у меня так куда вставляется ручечка вот она и вращаются ваги а вторые ваги к ним идет отдельный привод шестеренками то есть это уже вторая вот это второе отверстие туда вставляется это ручечка и путем через шестеренки то есть типа как редукторы вращаются большие ваги так вот устроена здесь система очень на мой взгляд сложно не знаю нужно ли это было для модели делать ну тут в общем-то детализация потрясающая потому что даже сама вот эта надстройка без самого кузова вот просто вот эта станина сама с кранами в ней я насчитал порядка 50 деталей я просто сбился со счетом и может быть там их больше вот отдельных элементов то есть очень хорошо детализированный модель значит что я накосячил когда я стал разбирать эти ваги они состоят из двух половинок вот их надо расщелкнуть и продеть нитку и защелкнуть они он у меня лопнул один ваг я впал в отчаяние думал ну все теперь мне никогда не починить сразу вспомнились фразы известного многим эмануила гершевича мама почему вы не отрезали мне руки мама вы родили идиота ну постепенно так отложил эту машинку сторону постепенно все позабылось и я решил для себя что я буду делать ну как бы копию этого вала и опять занялся ремонтом этой машинки изготовил ну похожий вал стал разбирать второй вал он у меня тоже лопнул но я тут уже особо не расстроился потому что ну сделаю два одинаковых вала это даже еще проще потому что не нужно точно копировать могу симпровизировать сделать сам из двух одинаковых каких-то элементов вала потому что они должны быть по диаметру одинаковые иначе нитка будет наматываться по-разному и вот будет вот такой как у меня сейчас но это сейчас не из-за диаметра валов а из-за того что я просто нитку одну завязал короче чем другую но это можно все перевязать там запас нитки есть ну я пока не буду этим заниматься он стоит и ладно вот ну изготовил и изготовил стал большие валы тоже надо было их разобрать чтобы и там заменить нитки и один у меня тоже лопнул опять я спал в отчаяния но все-таки решили что и те валы тоже я сделаю вот благо что там один цель остался один вот только лопнул у меня и были шестеренки из старых лентопротяжных механизмов для магнитофонов и вот благо там я вот подобрал нужные по размеру шестеренки и обязательно вот на большие валы кстати шестеренки которые вращают большие валы тоже мне пришлось сделать одна была изначально лопнута а вторая когда я снимал с оси она лопнула потому что видимо она надета была на горячую и так плотно сидела что ее немножко сдвинул и она треснула и поэтому пришлось делать две одинаковые шестеренки ну и также чтобы на самих валах количество зубчиков совпадало друг с другом потому что иначе опять таки будут по-разному разматываться и наматываться тросы удалось мне это все собрать ну может быть и на первый взгляд не очень это выглядит хорошо но пусть будет как будто бы он рабочая машина вот эти вот тоже штуки я которые ставится вот сюда вот тоже я их потерял нечаянно прокинул ну ванночку в которой у меня все это лежало и даже сразу не заметил когда я их потерял ну что-то нитка там стала пушиться и не очень хорошо это выглядит но это тоже можно поправить нитки тут с запасом можно все перевязать эти штучки я делал знаете как из термоусадки надевал на нитку завязывал потом на узел эту термоусадку надевал и феном грел пока она не сузилась максимально в принципе держится хорошо нормально вот система функционирует краны работают очень мне хотелось чтобы они работали хотя я вот на обзоре увидел как один мастер по доработкам моделей изготавливал тросы из проволоки мне так понравилось как они выглядят но я думаю если у меня не получится я сделаю вот ну чтобы они были статичные ну из проволоки они показались более смотрелись более реалистично ну вот все таки желание того чтобы надстройка функционировала взяло вверх и сделал функционирующей ее как и должно быть зеркала у меня оказались в коробочке там в шкафу лежали я вот наткнулся на них тут конечно оригинальные зеркала стоят совершенно другие они прямоугольной формы но увы подобрать ничего нормального не удалось сам изготовить я пытался сделал ну получились такие лопухи страшные ну просто ужас вот тем более что вот стойка здесь одна была оригинальная и вторую мне так повторить не удалось бы поэтому я вот симпровизировал таким вот образом вклеил трубочки такие сюда и в них ставил эти зеркала ну со временем ну что там кран болтается у меня со временем конечно если вдруг что-то подвернется все это можно легко заменить ну в общем то есть зеркала они должны здесь быть и это хорошо поднимать я на эту настройку показывать как она работает поднимать там машинку я не буду потому что у меня таких машинок нету которые не очень-то жалко ну вот покажу так вот ну туда-сюда вверх-вниз вообще очень интересная машинка есть такой же эвакуатор 52 года да да хочу сказать вот я знаю что как минимум у одного из моих подписчиков есть точно такой же эвакуатор и если вдруг вы захотите там ну поразматывать заматывать надстройку что-то может быть там приподнять на ней делайте это обязательно чтобы нитки всегда были в натяг потому что нитка захлёстывается за зубчики там когда она в расслабленном состоянии на раз-два и запутать там можно очень легко потом будут просто проблемы вот поэтому сейчас вот как вот я крюки разматываю беру их так руки пальцами точнее и тяну немножечко на себя и одновременно вращаю вот вот чтобы нитка была в натяг чтобы она там не ослабевала иначе просто потом будут проблемы может быть даже безвозвратные ну придётся разбирать просто а это там настолько всё сделано плотно что есть вероятность даже когда снимаешь вот эти валы есть вероятность это всё сломать поэтому там есть пластмассовые детали внутри она эта надстройка очень хорошо детализирована тоже всё показано все привода какие должны быть ну вот мне пришлось отсюда кое-что убрать чего-то лишиться из-за того что всё это не родное там вот например у этих валов нет тормозов у маленьких у тех есть тормоз этот вот так вот вот эта штучка вот так вот выдвигается и тормоз расслабляется вот так вот туда зажимаешь и всё те валы провернуть невозможно они стоят вот так же было и с этой стороны даже было некое подобие тормозных колодок но мне их пришлось убрать потому что просто они не крутились когда находились эти колодки они немножко у меня получились по диаметру чуть больше поэтому ну я думаю этого не видно ничего это всё спрятано поэтому я думаю что беды в этом большой нет вот так ну вот фары конечно выглядят не очень потому что у одной ножка была обломана ну пришлось у второй тоже укоротить и вот как-то они так нелепо выглядят немножко ну как есть так скажем потому что вот ещё нужно найти сюда фароискатель а пока ничего не нашёл потому что она здесь должна быть механизм тем более вот на стойке присутствует для фароискателя управления фароискателем вот поэтому конечно желательно бы её сюда установить ну если даже и не получится это в глаза не бросается вот ну дверь здесь вот будет установлен на клюшках также ещё такой же эвакуатор есть у фирмы Вэлли я кстати искал его думал что я куплю и сниму с него зеркала но во-первых здесь я у нас в России не нашёл во-вторых за рубежом он только ценник на него тоже довольно таки кусачий да и не доставляет сейчас ничего да и зеркала там не супер чтобы вот сюда поставить поэтому вот пока вот так вот выглядит под капотом там всё детализировано кабину я ставить на место замучился честно говоря потому что там вот щит моторный и он намазан такой вот этой смазка что ли такая тягучая и очень туго всё шло ну и снималось так же туго то есть в принципе те кто захочет разобрать эту модель если нету опыта в работе с такими модельками то будет сложновато хотя скажу честно мне понравилось потому что столько деталей настолько интересное вот если вот например выпускали такие киты для сборки было бы мне кажется очень интересно собирать ну а так в остальном это типичный дембориминт с хорошей детализацией когда была выпущена эта модель я честно говоря не знаю документов у меня на неё нет могу только догадываться потому как двери на клюшках это где-то может быть середина конец 90-х вот такое вот моё предположение потому что точной даты я увы сказать не могу так аксессуары да я уже показывают железные все тут есть еще сейчас покажу вот эта штуковина не знаю для чего она нужна надо будет фото посмотреть и выяснить что это такое и так же есть еще цепи металлические с крюками на конце вторая цепь вторая цепь куда-то улетела не буду искать она у меня куда-то закатилась сейчас упала вот и так уже времени видео за него достаточно много наверно буду заканчивать в принципе я рад что она у меня что получилось так про мигалку не сказал мигалка проще простого это колпачок от ручки он прозрачный кстати вот единство что надо было внутри все таки там такой стержень стоит ну чтобы она не казалась пустотелой вот его надо было все таки покрасить хромом вот ну так она в принципе тоже на свету она прозрачная по краям а серединка как будто там вот занят механизмом который должен вращаться ну вот наверное на сегодня все всем спасибо за внимание всем удачи всем пока пока